До 7 тысяч исследований в год будут проводить в Центре ядерной медицины, который открылся в Туле. В клинике самое передовое оборудование. Новые технологии позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии. Репортаж Виталия Маторина. Защитный контейнер. Вес данного контейнера 14 килограмм. Полностью солнцовая защита. С особой осторожностью в двух защитных контейнерах в Центре ядерной медицины Тульской области ежедневно доставляют препарат, призванный каждый год спасать тысячи жизней. Его производят в соседней стулой Липецкой области. Применяемый здесь препарат, уверяют медики, абсолютно безопасен для пациентов. Содержание радиоактивного изотопа в ТОР-18 в одной его дозе – это даже не мили, а нанограммы. Впрочем, этого количества вполне достаточно, чтобы определить самые маленькие метастазы и опухоли с точностью более 95%. Процедура – незаменимая вещь для онкобольных, потому что у некоторых есть аллергия, допустим, как у меня на йод, и мне, кроме как ПЭТ-КТ, больше ничего не подойдет. А теперь это все рядом с домом, и это вообще просто прекрасно. Вся процедура длится всего около часа и начинается с измерения массы тела и роста пациента. Эти показатели влияют на количество вводимого препарата. Около 20 минут занимает сканирование на ПЭТ-томографе. Результаты исследований врачи видят на экране компьютера практически моментально. То есть опухоль размером со спичечную головку, ее можно выявить и установить, что она именно злокачественная и, соответственно, современно начать лечение. Мы планируем, что в течение года пройдет несколько тысяч человек, соответственно, несколько тысяч человек мы продлим или сохраним жизнь. Эти исследования позволяют не только выявить рак на ранних стадиях, но и контролировать эффективность назначенного врачом лечения. А главное, ПЭТ-технологии позволяют заменить целый комплекс более продолжительных исследований. Чем быстрее эта технология предлитут в Тульскую область, тем больше мы выявим в своевременно заболевания, тем больше мы дадим шансам людям не на поздней стадии бороться за свое состояние здоровья, а на более ранней. За первые дни наступившего года через новый региональный центр ядерной медицины уже прошли более ста человек. Отмечается, что эти исследования будут доступны жителям региона бесплатно по назначению лечащего врача. Виталий Моторин, Анастасия Октябрьская, Сергей Куренков и Андрей Иванюк. Вести.